В связи с открытием в спортивном блоке КСК КФУ «Уникс» шахматного центра Казанский федеральный университет посетил советский и российский шахматист, международный гроссмейстер Анатолий Карпов. Шахматист с большой буквы, великий практик со своим неповторимым стилем игры, виртуоз любимого миллионами и актуального спортивного противоборства Анатолий Карпов. Этот человек стал для юных спортсменов символом побед и внутренней силы, а также шахматного мастерства. За каждым ходом, за каждой его новой комбинацией на клетчатой доске пристально следили тысячи экспертов и знатоков по всему миру вживую и у экранов телевизоров. Детство Анатолия Карпова началось в уральском городке Златоусте. Будущий чемпион родился в семье рабочих. Анатолий был вторым ребенком. Впервые с шахматами он познакомился дома. Отец стал его первым тренером. Тогда, будучи четырехлетним мальчиком, он постоянно проигрывал. Однако, вскоре почувствовав вкус к игре, Анатолий стал серьезным соперником за доской. Даже став чемпионом мира среди юношей, я еще не был уверен. Посвящаю ли я себя шахматам. Могу ли я посвятить себя шахматам. Или, в общем-то, шахматы могут быть на втором плане. И только когда я уже в 19 лет стал гроссмейстером, то я понял, что, в общем-то, я имею право заниматься шахматами. Напомним, что буквально год назад Анатолий Карпов приезжал в Казанский федеральный университет. Тогда вместе со своей супругой Натальей Булановой они посетили музей Лобачевского, а также музей КФУ. Именно тогда и зародилась идея создания шахматного центра на базе Казанского университета. И вот 16 сентября в спортивном блоке КСК КФУ уник состоялась церемония открытия шахматного центра имени советского и российского шахматиста международного гроссмейстера Анатолия Карпова. В ней приняли участие сам гроссмейстер, ректор Казанско-федерального университета Ильшат Гафуров, депутат Государственной думы Российской Федерации Ильдар Гельмуддинов, а также председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гелазов. Центр будет способствовать решению целого ряда задач, повышению уровня подготовки шахматистов в сборной КФУ, изучению теории и регулярной практики для шашистов, обучение стратегическим играм ГО, Абалон, Рензю и другим. Также в центре регулярно будут проводиться соревнования разного уровня, в том числе с использованием онлайн-технологий. Шахматы в стенах Казанского университета практически были всегда, может быть, я переступил порог университета в 78-м году, здесь всегда играли шахматы. Не было такого формата, но интерес к шахматам был всегда. Шахматы развивают память. Я обычно родителям, которые приводят маленьких детей, первоклассников, говорю, что шахматы, конечно, время какое-то займут, но они научат детей концентрироваться лучше, и они будут экономить время на более быстром осмотрении других предметов. В шоуруме Высшей школы журналистки и медиа и коммуникации состоялась встреча гроссмейстера со студентами. Все подробности с открытия шахматного центра смотрите в нашем следующем выпуске. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.